Добрый день, друзья! Здравствуйте всем! Меня зовут Пётр. Я сегодня буду вести нашу, модерировать нашу рабочую сессию. Буду минимально вмешиваться, минимально мешать. Собственно, наша сегодня сессия, она обучающая. Мы встретились в рабочем формате, чтобы поговорить о том, разобрать детали, как подать заявку в фонд президентности грантов. И сегодня с нами эксперты присутствуют Анна Глазкова и Наталья Данильна. Анна Глазкова, заместитель руководителя департамента регионального развития фонда президентских грантов. И Наталья Данильна, директор ОНОЭКО-просветительский центр заповедники, член объединенного экспертного совета фонда президентских грантов. Сегодня у нас формат такой. Мы работаем в течение, рассчитываем на рабочее время, примерно полтора часа. Около часа, может быть, поменьше часа получится будет презентационная часть. И еще полчаса будем разбирать ваши вопросы. Анна, на этом я тогда уступаю вам слово. Здорово. Да, и выключаю свою камеру, я остаюсь с вами. Голосом я буду здесь. Пожалуйста, принимайте слово. Здорово. Что ж, доброе утро, дорогие коллеги. Очень приятно, что вас сегодня так много. Я вижу уже больше 120 участников нашего вебинара. Меня зовут Аня Глазкова. В фонде я работаю с 2017 года. И с 2017 года я отвечаю за все образовательные проекты, программы, сервисы, все такие обучающие инструменты фонда президентских грантов, как онлайн, так и офлайн. И мне очень приятно, что сегодня мы вместе с темно-объединенного экспертного совета фонда президентских грантов Даля Романовна Данильевна проведем вместе с вами вот эти первые полтора часа, ой, просто полтора часа времени рассказываю вам о тех возможностях, которые есть у вас для участия в конкурсе президентских грантов. Что ж, давайте начинать дальше. Что у нас будет? Вот сегодня мы решили построить наш вебинар в формате ответов на самые типичные и, возможно, горячие вопросы, которые часто присылают. Возможно, но сначала мы, конечно, хотели с вами вас познакомить с фонда президентских грантов, вообще что это, кто может участвовать в конкурсах, потому что это один из самых частых вопросов, которые вы задавали на предварительной регистрации. С какими проектами можно участвовать? И да, и вот следующий вопрос, он такой очень важный для нас, потому что у нас сегодня не просто вебинар о том, как участвовать в конкурсе президентских грантов и побеждать, а он тематический, про развитие особо охраняемых природных территорий. И вот здесь нам важно еще, мы хотим раскрыть этот вопрос, а как президентские гранты могут помочь разведению заповедного дела и развитию особо охраняемых природных территорий. Дальше частый вопрос, какую сумму гранта можно запросить? Мы обязательно ответим на этот вопрос. Когда следующий конкурс? Тоже будет. И тоже часто встречался, как правильно заполнить заявку. Часто еще было так, дайте мне пошаговую инструкцию. Посмотрим. Я постараюсь уложить и дать вам максимально большое количество обучающих материалов фонда, где их можно найти и как им правильно пользоваться. И разберем самые типичные ошибки в заявке. Конечно же, их очень много. У нас для этого разработано очень много разных сервисов, как можно себя проверить. Но я решила вынести именно в этот вебинар где-то 5-6-7 типичных ошибок, которые мы с вами разберем. Что ж, как сказал Петр, у нас очень насыщенная презентация. У нас достаточно будет много слайдов. И поэтому просто действительно будет много информации сейчас. И, пожалуйста, приготовьтесь и будьте готовы вместе с нами работать. Что ж, у нас сегодня будет не просто вебинар. Я надеюсь, будет не просто... Мы с Натальей стараемся вас вовлекать в нашу дискуссию. Потому что нам очень хочется не просто читать ваши ответы в чате, ваши вопросы в чате, отвечать на них, но еще вместе с вами, возможно, порассуждать на какие-то важные темы, которые нужно затронуть и по которым нам нужно с вами вместе договориться. И вот давайте начнем с небольшого знакомства. Вот смотрите, на этом слайде, пожалуйста, вы сейчас можете очень быстро по QR-коду с помощью телефона открыть фотокамеру, навести на QR-код и перейти на сервис Menti. Так мы сейчас с вами чуть-чуть немножечко познакомимся. Так, вот. Я напомню, спасибо большое, нам в чат прислали ссылку. Да, в чате есть. Можно перейти по ссылке в чате. Да, 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 можно перейти по ссылке в чате. Итак, я надеюсь, что вы уже все справились, и я переключаю, и у вас есть возможность голосовать. Расскажите, пожалуйста, кто здесь собрался? Был ли у вас опыт участия в конкурсах президентских грантов? Так, супер. Достаточно быстро уже 26-28 человек проголосовали. Супер. Спасибо вам за такую активность. Так, ну кто-то пишет в чат, я это тоже вижу, это здорово. Так, ну у нас собралась такая аудитория, мы в целом так и ожидали, что большая часть у нас не участвовала в наших конкурсах, и поэтому мы, конечно же, постарались этот вебинар построить на том, чтобы рассказать про вот эти возможности, и, возможно, как сделать так, чтобы победить с первого раза. Так, супер. Ну давайте, 45 человек проголосовало, можем идти дальше. Следующий вопрос. Вот из тех, кто все-таки уже участвовал в конкурсах, поделитесь, пожалуйста, есть ли те, кто уже побеждали? Как круто! 9 человек. Ух ты! Смотрите, то есть у нас в чате уже есть победители. И это очень здорово. То есть вы сейчас в чате можете даже повылавливать этих людей, кто уже победил, и пристать к ним, расскажите, пожалуйста, а как? А что будет после? Потому что еще частый вопрос. Так, я победил, а дальше-то что? Ну и как все дальше будет происходить? Поэтому чат еще не просто для общения с нами, он еще может быть для общения даже между собой. Поэтому используйте эти возможности с учетом того, что у нас вот пока голосование показывает, что есть целых 15 человек, которые побеждали в конкурсе президентских грантов. Да, Элеонора, правильно. Победил, а дальше работа. Да, а дальше реализация проекта. При поддержке фонда президентских грантов. Супер. Так. Ну что ж, давайте познакомимся. Мы познакомились чуть-чуть с вами в таком небольшом аттрактивном формате. Давайте теперь познакомимся, что есть фонд. Фонд президентских грантов был создан в 2017 году, в апреле. И тогда, 3 апреля, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ и распоряжение, в соответствии которых в нашей стране появился единый оператор грантов президента Российской Федерации, предоставляемый на развитие гражданского общества. То есть на поддержку социальных проектов, на поддержку в сфере культуры и на поддержку в сфере защиты прав граждан. Вот мы являемся таким, как бы, да, единым оператором. До этого, если вдруг кто знает, до этого было несколько грантооператоров. Мы все... Да, Антон, конечно же, грантооператоры существуют достаточно давно, но с 2017 года мы являемся единым оператором. И вот в целом мы уже в апреле, президент Российской Федерации подписал указ о нашем создании, уже 17 апреля мы запустили самый первый конкурс и начали принимать заявки. Если говорить про цифры, которые есть, мы за это время провели уже 7 конкурсов. К нам на каждый конкурс подаются порядка от 9 до 11 тысяч заявок со всех уголков нашей страны, из всех субъектов Российской Федерации. И вот в каждый конкурс побеждает примерно 2 тысячи организаций, и дальше мы их сопровождаем. То есть всего за время нашей уже работы, в течение 3 лет, мы поддержали больше 12 с половиной тысяч проектов. Это примерно 20% от поданных. И общая сумма – это 26 миллиардов рублей, на которые мы поддержали суперразные проекты некоммерческих организаций. Так, здесь я хотела просто рассказать о ключевых новациях, в чем были изменения по сравнению с другими грантооператорами. Первое, что мы полностью перешли на электронный документ обороты. То есть если раньше подавали заявки в печатном виде, отправляли почты, то сейчас у нас все происходит через сайт президентскиегранты.рф. Вы подаете заявку в электронном виде. Если вы победили, то вы заключаете вместе с нами договор, тоже в электронном виде, и сдаете отчетность также в электронном виде. То есть и общение с нами через специальный сервис, там, диалог с фондом, и, ну, конечно же, телефон, никуда мы от этого не денемся. Да, мы сократили количество документов, которые необходимо предоставить для участия в конкурсе всего лишь до одного устава, точнее, его скан-копии. И об этом я чуть-чуть поговорю позже и расскажу вам подробнее. Но мы разработали такую систему критериев и такую систему проходных баллов, которая бы учитывала разницу в опыте организации и масштабе проекта, которые подаются. Таким образом, мы постарались создать равные условия как для маленьких, только созданных начинающих организаций, которые работают на территории одной деревни, поселка, малого города, так и для крупных, очень опытных, которые очень долго работают в некоммерческом секторе и реализуют проекты на всю страну. Вот нам удалось с помощью специальной методологии независимой экспертизы, скажем так, уравнять шансы победы. Да, вот этот слайд с итогами первого конкурса 2020 года, я лично считаю его супер вдохновляющим. Что же здесь есть? Анна, я прошу прощения, я должен дать небольшую перебивку. У нас была задержка с выходом в трансляцию. Сейчас мы вышли в трансляцию, и для тех, кто к нам только там подключился, я сообщаю, что мы начали работу по подготовке к президентским грантам. С нами коллеги из фонда президентских грантов, и сегодня мы в рабочем режиме, вот уже чуть поменьше, чем полтора часа, будем... Анна, собственно, будет рассказывать о том, как подается заявка на фонд президентских грантов, что нужно сделать, какие есть особенности, как работает фонд. Для тех, кто нас только что увидел, имейте, пожалуйста, в виду и пересоединяйте к рабочему формату, если вам это удобно. Анна, спасибо большое, продолжайте. Супер. Да, итак, я как говорила, что этот слайд является для меня лично очень вдохновляющим. Почему? Потому что в целом у нас так похожая статистика происходит в каждый конкурс, что вот по итогам первого конкурса 2020 года, который мы подвели в феврале, из чуть больше двух тысяч некоммерческих организаций, которые стали победителями, 472 организации победили с первой попытки. Ну, то есть, представляете, они вот приняли участие, здесь изучили, попробовали, все, сразу стали победителями. Ну, вот тысяча, чуть больше тысячи, это уже наши грантополучатели, наши победители, с которыми мы много взаимодействовали. Они дорабатывали свои проекты, развивали их, подавали новые заявки и снова вместе с нами мы их поддерживаем. Но вот больше всего меня вдохновляет последняя цифра, это 516. Человек, которые участвовали до этого в конкурсах и ни разу не побеждали. И посмотрите, что есть даже те 15 человек, которые победили с седьмой попытки. Они шесть раз подавали, проигрывали, не сдавались, дорабатывали свою заявку и побеждали. Я еще здесь хотела заставить внимание. Мы часто получаем такой вопрос. Я вот уже подавал свой проект, не выиграю, а можно ли мне подаваться еще раз? Конечно, можно, точнее, даже нужно. И вот эта статистика, что очень много организаций, которые побеждают не с первого раза, она есть и, надеюсь, она вас тоже дальше будет вдохновлять. Теперь немножечко просто, что же дает получение гранта президента Российской Федерации, кроме денег. Да, что мы проводим очень много мероприятий для победителей, так и для участников наших конкурсов, но больше, конечно, мы сфокусированы на победителей. Мы проводили свои собственные конференции, большой форум для некоммерческой организации Сибири и Дальнего Востока в 2018 году. Мы стараемся приглашать лучшие проекты к участию в таких крупных международных, общероссийских форумах, как Питерский международный экономический, Восточный экономический форум, Российский инвестиционный форум, Россия – страна возможностей, Парижский форум мира. И вот вы видите, сколько уже наших грантополучателей принимали участие в этих форумах, и у них была очень большая возможность для установления очень полезных связей как с органами власти, так и с крупным бизнесом. Также мы приглашаем наших победителей во встречах с президентом. И вот таких уже за три года, чуть больше, чем три года, встреч было 21, и в них приняло участие 68 человек, тоже победителей. Поэтому, как Илья Владимировна Щекаль, генеральный директор фонда президентских грантов, говорит, если вы хотите принимать участие в таких мероприятиях, то важно не просто победить, но еще и качественно реализовать проект. Это тоже очень важно. Также, это я сейчас тоже рассказываю, плюшки, которые есть у победителей, что мы еще стараемся очень много информационно поддерживать те проекты, которые реализуются с нашей поддержкой. Мы стараемся подсвечивать их с помощью сюжетов на телевидении, на самых таких известных телеканалах. Рио Новости, Комсомольская правда, ТАСС тоже регулярно пишут, про наши проекты. И, конечно же, у нас есть большая группа ВКонтакте, где чуть больше 90 тысяч подписчиков, и там мы регулярно рассказываем о наших проектах-победителях. Так, ну, надеюсь, вы еще больше вдохновились на участие в конкурсах и на победу. И здесь, наверное, самый важный вопрос для вас, который вы часто задавали, кто может участвовать в конкурсе президентских грантов. И здесь важный момент, что в конкурсах, согласно положению, могут участвовать только негосударственные, некоммерческие организации. И что здесь важно? Чтобы эта некоммерческая организация была зарегистрирована не позднее, чем за год до окончания приема заявок на текущий конкурс. Либо, если вы только новая, созданная организация, и вам больше полугода, но меньше года, вы можете спокойно поддаваться на сумму до 500 тысяч рублей. И здесь вот все достаточно очень просто. Вот этот слайд. Анна, можно я сейчас вклюсь? Да, я как раз хотела вам передать слово. Наталья Романовна, вы у меня прям вырвали. Да, конечно, это же у нас было с вами этот сценарий, что я вам передаю. Вырвало слово, вырвало слово. Во-первых, я приветствую всех участников. Я знаю по списку, что очень много как раз у нас среди участников представителей ФБГУ, заповедников нацпарков, которые созданы государством. То есть они сразу не попадают как организации в число возможных участников конкурса. Но это не значит, что поддержку этим заповедникам и паркам не может быть оказана фондом президентских грантов. Для этого у организации должны быть партнерские отношения с некоммерческими организациями, с организациями друзей, с организациями партнеров, которые работают. Мы немножечко позже, как раз это моя функция, покажу и покажем вам те примеры проектов, которые реализованы, в общем-то, для поддержки российского заповедного дела, реализованы некоммерческими организациями в партнерстве при участии специалистов охраняемых территорий. Но поскольку охраняемые территории организованы профессиональные учреждения, то как раз с вашей стороны может быть поддержка, сотрудничество, развитие партнерств с некоммерческим сектором. И это будет вам взаимно полезно и ценно. А фонд, да, он заинтересован, чтобы развивалось гражданское общество, а мы, работающие с заповедниками и парком, заинтересованы, чтобы это гражданское общество поддерживало наши охраняемые территории, сохранение нашего природного культурного наследия. Так что поэтому не считайте, что вам сейчас можно уже уйти, и дальше это все вас не касается. Очень касается. Вы можете прекрасно использовать этот инструмент, грамотно работая с гражданским обществом. Мы движемся дальше. Анна, спасибо. Да, да, да. Мне нечего здесь добавить. Здесь как раз-таки, когда мы обсуждали вообще этот вебинар, мы тоже понимали сразу, что вы как ФГБУ, как государственное учреждение не можете принимать участие. Но мы сразу проговаривали, что мы обязательно сделаем вот эту оговорку о важности и возможности партнерства с некоммерческими организациями. И поэтому мы хотим как раз вас тоже погрузить в процесс подготовки, заявки на конкурс во все эти тонкости, чтобы когда вы уже общались со своими партнерами из некоммерческого сектора, вы говорили с ними на одном языке и понимали, да, о чем идет сейчас речь. Потому что дальше убедить мало, важно еще это реализовать, а реализовывать вы будете вместе. Так, вот дальше. С какими проектами могут участвовать в конкурсе? Тоже один из таких очень частых вопросов. Здесь важно, что фонд президентских грантов поддерживает все возможные направления социальных проектов. У нас сейчас есть 13 грантовых направлений. То есть от социального обслуживания до развития общественной дипломатии, от молодежных проектов до сохранения исторической памяти. И вот здесь прям выделено, подсвечено желтым, ярким. Это то направление, в рамках которого вы можете как раз-таки принимать участие. Это целое направление охраны окружающей среды и защиты животных. Вот здесь чуть подробнее есть тематики направлений. Это все тоже есть у нас на сайте, вы можете это тоже внимательно изучить. По каким темам вы можете подавать проекты к нам в фонд. Так, но перед тем, как мы перейдем к примерам, я бы хотела вместе с вами договориться немножко о понятии проекта. Потому что для нас это важно. И прежде чем, и для этого точнее, у меня есть небольшой опрос. Давайте вместе с вами порассуждаем, чем проект отличается от текущей деятельности. И для этого нам нужно сейчас снова перейти, вернуться в этот сервис опроса menti.com. У вас есть QR-код сверху, можете по нему перейти, можете воспользоваться ссылкой из чата. И я открываю само голосование. Почему? Вроде кажется, что вопрос такой очень простой и понятный. И что вы нам в рамках вебинара про него говорите. Но это важно с точки зрения понимания, как дальше разрабатывать проект, чтобы потом по нему подготовить заявку, которая могла бы стать победителем. Спасибо большое первому участнику, что у проекта есть цель, а он ограничен во времени. Так, спасибо. Конкретный результат. Очень круто. Так, есть начало и конец. Есть... Мне очень нравится, что вы говорите про ограниченность во времени и конкретный результат. Так, решает конкретную проблему. Ну, это уже чуть больше, да, про социальный проект, но мы к этому еще вернемся. Новизна. Имеет конкретный результат. Так, решение проблемы, ограниченное время, ограниченный бюджет. Ой, спасибо. Кто такой? Про целевую аудиторию забыли. Мы вернемся. Не забыли, не переживайте. Проблема решения. Да, супер. Смотрите, здесь я что хотела главное подчеркнуть. Про ограниченность во времени вы уже очень многие сказали, и действительно это правильно. Не очень, что текущая деятельность может идти, 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 а у проекта вот есть такая рамка временная. А что вот важно про результат, я хотела вот здесь проговорить. Пока что я просто не увидела нужного прилагательного. Есть конкретный результат, но еще важнее, что это результат заранее запланированный. То есть мы в проект, мы проект выстраиваем, проектируем таким образом, чтобы получить заранее запланированный результат, который мы для себя поставили. А вот в рамках текущей деятельности мы скорее делаем, 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 делаем. Прошел год, оглядываемся. Ага, вот чего мы достигли. Вот здесь я хотела сделать главный момент. Мы к нему тоже вернемся в типичных ошибках, потому что часто бывает такой вопрос, а как я могу посчитать, сколько людей у меня придет ко мне на мероприятие? Можешь, ты же как раз таки... В этом и суть проекта, что ты заранее планируешь, сколько человек ты хочешь задействовать в проекте и подстраиваешь все мероприятия для этого. Я надеюсь, здесь мы чуть-чуть разобрались. Спасибо большое всем, кто написал ваш вариант ответов. Здесь важный дальше момент. Дальше мы сначала просто разобрали, чем проект отличается от текущей деятельности. Давайте поговорим, а что же самое главное в социальном проекте, вот в чем его отличие. Вот здесь тоже прям это очень важный и тонкий момент. И мы сейчас подбираемся к одной из типичных ошибок. Решение проблемы целевой аудитории. Супер! Мне кажется, у нас тут все отличники, либо все победители такие активные самые. Давайте, включайтесь больше. Какие у вас есть? Решает общественно значимую проблему. Так, улучшение качества жизни целевой аудитории. У меня такое ощущение, что здесь есть прям люди, которые участвовали у нас в тренингах. Если есть, то напишите в чате. Есть целевая аудитория, решаем ее проблему. Решает социальную проблему. Ох, как прям приятно. Такой бальзам на душу. Так. Имеет перспективу в дальнейшем развитии. Решение проблем, связанных с социальной сферой. Проект решает проблему, которую не может решить и государство в полной мере. Новизна идеи. Есть такие варианты. Интересно. Спасибо большое за ваши варианты. Вопрос вообще здесь даже без подвоха. Нам же нужно вместе с вами разобраться. Мне очень нравится, что многие здесь пишут про решение социальной проблемы. И мне очень нравится то, что многие говорят про целевую аудиторию, про конкретных людей. И вот здесь очень важно, что социальная проблема не висит в воздухе. Проблема принадлежит конкретным людям, которые испытывают сложности, которым чего-то не хватает. У которых, скорее, проблемы есть несоответствие. Картинки, как есть сейчас, как плохо и как должно быть, чтобы у тех людей, ради которых мы делаем этот проект, стало хорошо. И вот здесь неправильный ответ, а наше видение, что самое главное в социальном проекте – это изменение жизни людей, конкретных людей, для которых мы делаем проект, у которых есть проблема, к лучшему. И здесь важно, что, когда вы говорите про проблему, важно, что за проблемой стоят конкретные люди. Здесь я как раз, надеюсь, у меня получилось это донести. Но мы еще к этому будем не раз возвращаться. Да, вот здесь такое наше определение. Мы с ним в целом тоже уже познакомились, что это комплекс действий и мероприятий. Направленных на достижение цели и получение заранее запланированных, да, вот это здесь важно, результатов для решения, либо смягчения существующей социальной проблемы. И здесь важно же, конечно, здесь вы можете это обязательно дальше дораскрыть, которое принадлежит конкретным людям, целевой группе, ради которых мы делаем проект. Вот. И еще, самый последний вопрос в этом блоке. А в чем же измеряются результаты социального проекта? Давайте попробуем. О, я вижу, что Роман Михайлов написал, что участвовали в наших тренингах. Так, да, все понятно. Так, качество и количество. Уровень и качество жизни. В охвате. А вот тот, кто написал в охвате целевой аудитории, а вы можете чуть больше дораскрыть, что это? Что значит охвате целевой аудитории? Так, в штуках, единицах, часах. Какие еще варианты? Количество участвующих, уровень жизни, долгосрочность. Так. Ну, достижение качественных количественных запланированных показателей – это как раз и есть достижение результата социального проекта. А вот если мы достигаем результата, то в чем? Так, вот, в изменениях, в проблеме. А как мы почувствуем изменения в проблеме? И очень здорово, спасибо большое, что написали. Хорошо, что есть данные в начале и данные в конце. Супер комментарий, только данные о чем, о ком. Мы, здесь я вижу, что мы разобрали, что есть качественные, есть количественные показатели. Качественные изменения по решению проблемы. Давайте еще чуть-чуть покруйте. У меня, вы уже близки к тому, чтобы вот этот, дать правильный ответ. Мы уходим немножко вокруг да около, но все равно. Давайте попробуем. Я, если что, открыла чат. Если вдруг вы хотите сильно в чате написать, то можете написать в чате. Если вам там неудобно, то... Так, обратная связь от целевой аудитории. Отзывы. О, вот, пошли. Уже очень прям близко, близко, близко. Так, в количестве решенных запросов, проблем, соответствующих заявленными теме проекта, в заданные сроки важны устойчивость решения его воспроизводимости. Супер, смотрите. Вот мне очень понравилось, очень близко, самый близкий вариант ответа был это обратная связь от целевой аудитории и отзывы целевой аудитории. Здесь, в чем измеряется результат социального проекта? Сейчас скажу такую немножко, может быть, корявую фразу, но мы измеряем результат социального проекта в людях. То есть не вот, не в количествах, там, часов, штук, не в квадратных метрах. Мы измеряем в количестве людей, у которых изменилась их жизненная ситуация к лучшему. То есть я видела, мы все подходили, когда вы говорили про решение проблемы группы людей, да, но это есть результат, это люди, у которых что-то изменилось. Количество людей, да, и это, количественные показатели, и качественные показатели, что конкретно у этих людей изменилось к лучшему, конечно же. Так, можете написать в чате вот этот момент понятия, но мы еще с вами тоже к нему вернемся. Что просто здесь это важно, потому что один из самых важных пунктов заявки – это про результаты проекта и как они, и насколько они достижимы, и насколько они качественно сформулированы. Супер, Анастасия, спасибо, что понятно. Да, это мы с вами все проговорили про проект. Что проект не обязательно может быть написан на компьютере, проект может быть разработан вашей командой. И в чем отличие от заявки? Что вы один и тот же проект можете подавать к разным грантодающим организациям. Вы можете подавать в фонд «Перезинский грант», вы можете подавать, возможно, на региональную субсидию или еще куда-то. И ваш проект, он будет один целостный. Вы его разрабатываете, вы его реализуете. И в этом отличие от заявки. Я часто слышу фразы «Я пишу проект», а чаще всего здесь начинают разрабатывать проект в момент написания заявки. Так вот, у нас до следующего конкурса еще очень много времени есть. И я вам хотела порекомендовать использовать это время для разработки проекта, чтобы к моменту объявления о конкурсе вы уже могли сразу его быстро переложить в заявку. И это две разные сути. То есть заявка – это просто форма описания вашего проекта. Если у нас в фон «Перезинский грант» это электронная форма подачи, там есть очень много разделов, их подробно нужно заполнять, то, например, у других грантодающих организаций может быть совсем другая и очень короткая форма. И совсем другие вопросы. Но вот это важно, что заявка – не равно проект. И следующее понятие, которое я хотела с вами тоже развести – это грант. Роман. Обязательно будет инструкцией, как разрабатывать проект. Точнее, инструкцией, где все найти. Давайте разберемся, что же такое грант. Это такое сладостное слово, которое нам всем очень нравится. Мы хотим выигрывать грант, мы хотим его реализовывать в проект на средство гранта. Так все же, что такое грант? Давайте вот это пообсуждаем. И как только мы это обсудим, у нас будет следующая вдохновляющая часть как раз-таки про примеры проектов победителей в сфере развития заповедного дела. Что такое грант? Тоже очень простой вопрос, совершенно без подвоха. Давайте попробуем. Это очень простой вопрос, но очень важный, с которым нужно разобраться. Друзья, у вас получилось перейти? О, вижу. Супер. Так. Это денежные средства на реализацию поставленных целей, финансовая поддержка, запрашиваемые суммы денег на определенный проект, средства реализации, финансовая реализация проекта. Так. Выделение денег на какие-либо цели, денежное пожертвование, замена оказанной работы и услуги. Вот нет. Вот здесь я сразу прокомментирую. Деньги на реализацию проекта со строгой отчетностью и аудитом. Да, супер. Первое, что мы здесь точно нашли с вами, что грант – это денежные средства. Дальше нужно разбираться, какие это денежные средства. Есть три прилагательных. Первое прилагательное – целевые. И уже здесь очень многие написали выделение денег на какие-либо цели, на реализацию поставленных целей. Целевые. Следующее, я хотела сказать, что это безвозмездные деньги. И вот здесь это очень тоже важно, да, что это не денежное пожертвование взамен оказанной работы или услуги. Это безвозмездные деньги на реализацию вашего проекта. Взамен того, что вы его реализуете действительно. Скажем так, это главное условие. И безвозвратные. Вот. То есть это не кредиты, да, то есть это не какие-то такие финансовые инструменты. И вот смотрите, у нас есть три прилагательных. Целевые, безвозмездные, безвозвратные. Напишите мне, пожалуйста, в чат, какое слово будет главным. Из трех. Целевые, безвозмездные, безвозвратные. Целевые, целевые. Все такие прям правильные. Супер. Знаете, у нас есть такая шутка. Ой, спасибо большое, Роман, что вы написали безвозвратные. А еще, конечно же, мы как очень осознанные, умные люди всегда говорим, правильный ответ. Правильный ответ целевые. Конечно же. А в душе нас что греет? Безвозмездные и безвозвратные. Ведь правильно? И вот спасибо, Роман, за откровенность, что для вас это действительно самое важное. Но давайте еще разбираться, что если деньги потрачены нецелевым образом, то они становятся и возмездными, и возвратными. Но вот что такое целевые? Тоже давайте сейчас еще одно небольшое голосование. Потому что здесь, когда вы давали определение слова «грант», тоже разные были формулировки. Целевые – это значит, что вы должны потратить деньги ровно так, как вы написали в заявке. Вот согласно тому бюджету, который вы расписали, спланировали на момент подачи заявки, с которым вы выиграли. Это первый вариант. Это цифра 1. Второй вариант, что целевые – это то, что вы должны потратить средства гранта на то, чтобы, ну, вернее, использовать грант для достижения заявленных целей и количественных и качественных результатов, которых вы заявили в заявке. Вот. 1. То, потратить ровно то, как в бюджете. 2. Это достичь заявленных целей и результатов. Пожалуйста, напишите 1, 2, чтобы быстро было голосование. 2. Так. Угу. Мнения разделились. Угу. 1 плюс 2. Так. Да. Супер. Спасибо большое всем, кто проголосовал. Здесь, скорее, самый близкий ответ у Елены. Конечно же, 1 плюс 2. Но в чем важность? Я просто хотела здесь подчеркнуть, что для нас, как для фонда президентских грантов, целевые средства – это все же направленные на достижение заявленных целей, на решение социальной проблемы конкретных людей. Потому что если вы потратите все деньги ровно так, как написано в бюджете, а потом во время проекта поймете, что нужно было делать что-то другое или что-то изменить, и не достигнете своих целей, не принесете пользу людям, то для нас это уже будет нецелевыми деньгами. Ну вот здесь этот важный момент, что, конечно же, важно, что вы правильно, грамотно спланировали проект, просчитали бюджет, и, ну да, дальше реализуете согласно с ним. Но если вам нужно будет что-то изменить, как в календарном плане, как в концепции каких-то мероприятий, мы с удовольствием как фонд пойдем навстречу, если вы обоснуете, что действительно эти изменения нужны для того, чтобы достичь ваших целей проекта. И вот здесь тоже сейчас сразу прозвучал один из важных ответов на вопрос, который часто задают. Можно ли вносить изменения в проект после того, как мы победили? Да, можно, только если эти изменения действительно направлены на достижение цели проекта. Наверное, так, я надеюсь, что мы с вами разобрались с такими важными понятиями, как проект, заявка и грант. И здесь моя любимая шутка, что вот эта фраза «писать грант» является не совсем проектной, потому что, наверное, это немножко уголовно наказуемое преступление. рисовать деньги. Поэтому используем правильную терминологию. Проект разрабатываем, заявку пишем, оформляем, грант получаем, целевым образом расходуем на реализацию проекта. И на этом я чуть-чуть остановлюсь и передам слово Наталье Романовне для того, чтобы уже рассказали про вдохновляющие примеры сотрудничества некоммерческих организаций и особо охраняемых природных территорий. Спасибо. Спасибо, Анна. Я включаюсь. И я сразу переброшу мостик к тому, что только что говорила Анна. Во-первых, о том, что фонд поддерживает именно социальные проекты, о том, кто это такое, мы только что поговорили, и о том, что эти проекты направлены на смягчение или решение определенной социальной проблемы. Об этом нужно помнить, когда мы говорим о проектах поддержку, помощь, совместную работу с охраняемыми природными территориями. И начну я с примеров. Начну с примера, от которого, наверное, среди специалистов охраняемых территорий сразу пройдет такой вздох. Опять этот Кенозерский парк. Да, я вот начну как раз с проекта, с заявки, которая поддержана фондом. Заявка Ассоциации Клуб Друзей Кенозерского национального парка. Причем я скажу так, что эта заявка не первая, которая поддержана фондом от Ассоциации Друзья Кенозерского парка. И вот мы сейчас показываем одну из этих заявок, поддержанную, реализованную успешно, которая называется «Воздушные печалы Белого моря». А Кенозерский национальный парк, он объединяет два, дирекции объединяет два парка. Соответственно, Клуб Друзей парка поддерживает и Кенозерский национальный парк, и национальный парк Канежское поморье. У нас эта заявка направлена на то, чтобы музифицировать один из немногих местных сельских аэропортов. Это действительно уникальное, старое, старинное здание, которое, казалось бы, служит таким вот прикладным целем. Сюда прилетает Аннушка один раз в день. Но этот объект, он реально является туристическим, и никогда ни у одной охраняемой территории не найдут руки для того, чтобы превратить вот этот объект в аэропорт старый, в привлекательный туристический объект сам по себе, дополнительный объект на этой территории, примыкающий к национальному парку Анижское поморье. Именно Ассоциация Клуб друзей Кинозерского парка, которая работает в интересах национального парка, сумела получить средства на этот проект, его успешно реализовать. Оказана эта помощь национальному парку, несомненно. Вызвала это большую поддержку со стороны местного населения, несомненно. И, конечно, появился такой привлекательный объект, который работает на развитие туризма и в результате на сохранение этой территории. Следующий их проект, это совсем уже другой регион, это Магадан. И здесь автономная некоммерческая организация агентства молодежных программ Магадан сделала проект, направленный на популяризацию, на продвижение, на знакомство местных магаданских школьников разных возрастов с природой Магаданского заповедника, привлечение этих ребят к работе с природой и очень большие программы профориентации. То есть с ребятами в рамках этого проекта работали и знакомились с тем, что такое заповедник, как работать в заповедниках и привлекали их к тому, что наверняка кто-то из участников, юных участников проекта затем придет и будет на смену сотрудникам заповедников. Это, несомненно, решение интересной и важной социальной проблемы в поддержку нашего заповедного дела. Байкал, Иркутская область и Бурятия. Здесь работает благотворительный фонд «Подари планете жизнь». И он реализовывал поддержанный президентским фондом программу, где ключевое мероприятие было проведение добровольческого лесовосстановительного лагеря. То есть, с одной стороны, восстанавливался лес на Прибайкальской территории, где располагается целое ожерелье охраняемых территорий наших федерального значения. И одновременно проводились мероприятия в просвещении молодежи, выбор лидеров среди молодых ребят. И в какой-то мере это шло тоже мероприятие как профориентационное. Проект очень масштабный, но тем не менее вы можете видеть здесь еще и суммы о том, что проекты бывают поддержаны не очень большие суммы, но они становятся эффективными, когда с ними работают активные люди. успешно реализованы, поддержаны, причем тоже неоднократно фонд поддерживал проекты обговорительного фонда Центра охраны гигиеприроды. Я думаю, что природоохранники знают эту достаточно известную российскую организацию, которая работает с системой охраняемых территорий и проводит очень много различных интересных мероприятий. Вот поддержка фонда в 2017 году была направлена на популяризацию деятельности научных сотрудников, в первую очередь научных сотрудников охраняемых природных территорий, привлечение внимания населения к вопросам заповедного дела и ключевое мероприятие, достаточно известное в заповедной среде, которое было поддержано в рамках этого проекта, это проведение конкурса имени Феликса Робертова Штильмарка на лучшую работу исследовательскую, лучшую публикацию в сфере заповедного дела. Я думаю, что это уже другого масштаба, это российского масштаба проект, проект, которым работает организация, в общем-то, имеющая общероссийское значение. И сразу мы переходим к другому, иного масштаба проекта, но не менее значимого, это перебираемся на Алтай, и некоммерческий фонд сохранения устойчивого развития телецкой природной территории Алтин-Кёль, золотое озеро Алтая. Я думаю, что все участники знают, что к телецкому озеру примыкает Алтайский заповедник, его огромная территория, а вокруг национальные селения, которые тоже участвуют, заинтересованы в сохранении своей культурной и природной среды за пределами храняемой территории. И здесь реализовывался проект в консультациях и экспертной поддержке Алтайского заповедника на территории национального интереса, где местные жители, объединенные в организацию, я ее назвала, наверное, назвала, да, Алтин-Кёль, золотое озеро Алтая, которые обустроили туристскую территорию, поскольку место всегда было привлекательным и посещаемо, место, которое является священным для алтайцев, а туристы, естественно, посещая эту территорию внеобустроенную, ее очень здорово разрушали. И работа этой организации в рамках полученной поддержки была на то, чтобы обустроить эту территорию и создать новые условия для туризма, когда они будут разрушать дорогую каждому сердцу местного жителя вот эти участки природы. Следующий проект, который вот хотелось тоже показать, он иного плана, и это уже за Байкалье, за Байкалье, и здесь оно направленное на оказание услуг в сфере культуры и искусства, культура плюс, наверное, покажет следующую картинку, алтайскую картиночку следующую, почему-то у меня не движется, но тем не менее, пока будет двигаться картинка, я скажу об этом проекте. Этот проект направлен на... Культура плюс, да, культура плюс. Да, все еще на месте. Это проект, теперь картинка на месте. Проект, направлен на поддержку национальных особенностей, национальной культуры на этой территории. Несомненно, это тоже связано с сохранением и природного, и культурного наследия. Следующий проект, оно Аура, направлен на совсем другой регион, это Калининградская область. У меня у одной идет задержка картинок, потому что у меня вот сейчас еще осталось на Байкале. Нет, я все переключила. Я все переключила. Вот, может быть, у меня повисло, я надеюсь, что... Я все переключила. Я сразу, сразу... У меня не движется. Я надеюсь, что движется у всех, у меня, наверное, здесь не будет. Но тут же я смотрю... Да. Это моя проблема, что у меня переключается. Если вы смотрите... Если вы смотрите на сайте, где мы проводим голосование, там будет задержка. Если вы смотрите сейчас на экран компьютера, вот сейчас есть слайд у нас сила земли Забайкальской. Слайды переключаются, и... Сила земли Забайкальской. Вы пишите также митилевое переключение. Участники тоже говорят, что движется по зданиям, у кого-то есть подвисание. Наверное, это от того, что нас много, поэтому просто учитывайте, что какое-то время на переключение слайдов уйдет. Хорошо. Рассчитываем, что задержка при смене слайда около секунд 15-20. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Если что, я переключаюсь. Я тогда сразу... Хорошо, хорошо, спасибо. Я сейчас сразу же тогда прокомментирую по ходу идущие вопросы, где просят привести пример получения гранта заповедников или нацпарков. Не может заповедник или нацпарков получить грант от фонда президентских грантов. Им надо искать как бюджетным организациям. Если поддержка должна получить непосредственно в свой бюджет, то искать надо в другом месте. Фонд имеет свою цель. Фонд создан для поддержки гражданского общества. Он не создан для того, чтобы заткнуть дыры в бюджете и компенсировать нехватку средств, которые выделяются вам. К сожалению, это не тот источник. Поэтому в данном случае это совместная наша с вами задача и ваша задача сделать так, чтобы гражданское общество, население, живущее вокруг, оно поддерживало охраняемые территории. Таким образом будут решаться и ваши задачи. Поэтому я привела не случайно первый пример ассоциации клуб друзей Кинозерского парка. Потому что это вот прекрасный тандем, когда есть клуб друзей и друзья помогают работать национальным парком. Но это уже работает и коммерческая организация, которая развивается, которая усиливается, которая привлекает средства и работает с людьми, решая социальные проблемы, на которые у охраняемых территорий могут не хватать сил и средств. А мы через фонд президентский грант решаем именно социальные проблемы, работая с гражданским обществом, с некоммерческими организациями. Поэтому примеры будут именно такие. ФБГУ, я еще раз повторю, не может принять участие, потому что это бюджетная организация, так же как и некоторые организации, которые в числе учредителей имеют государственные или региональные правительственные структуры. Таким образом создан фонд. Каждый фонд, каждый создается своими задачами. Поэтому фонд готов помогать нам развивать гражданское общество и формировать поддержку наших идей. По-моему, это дорогого стоит. С этим я призываю вас работать. Дальше еще несколько примеров небольших, чтобы показать разномасштабность, разонаправленность проектов, чтобы увидели, что да, они работают на подковедное дело, они работают на систему охраняемых природных территорий. Вот Лига ходьбы, Женьшень, казалось бы, Лига ходьбы, которая работает в селе Безверхово в Хасанском районе. Они работают в местах пограничных заповеднику Педровая Патья. И поэтому работа, которую проводит эта Лига, она в рамках проекта поддержанного Фондом президентских грантов, она направлена на то, чтобы оборудовать территорию для людей, которые увлекаются здоровым хождением, знакомством с этой территории. Здесь идет одновременно просветительская работа. Мы движемся дальше, и мы переходим теперь ближе к Прибалтике, в Ленинградскую область, и здесь благотворительная организация общества добровольных лесных пожарных. Этот проект мне невероятно нравится, потому что сеть охраняемых территорий федеральных расширяется, а некоторые из новых охраняемых территорий оказались пока еще не обихожены и не получили средства и возможности для того, чтобы обеспечивать свою охрану, обеспечивать работу, которую положено делать на охраняемых территориях. Это Национальный парк Ладожские из Шкеры. И здесь вот эта организация Межрегиональное общество добровольных лесных пожарных взяла на себя заботу о охране заповеданных лесов, национальных парков от пожаров. Их работа была и непосредственно по контролированию и охране лесных массивов, и большая работа по профилактике, и работа с молодежью, с детьми для того, чтобы научить их, как беречь лес от пожаров, чтобы они стали тоже юными, добровольными пожарниками, добровольцами, которые будут работать и поддерживать сохранность вот этой уникальной, ценнейшей территории, которая сегодня нуждается не только в помощи, а просто, по сути, выполнение тех функций, которые пока не может выполнить этот национальный парк. И этот проект, конечно, чрезвычайно важный. И вот еще один пример, уже другого, масштабного, мы уходим на Байкал, Большая Байкальская Тропа, ассоциация, которую знают многие, сейчас это уже очень известная организация, которая действительно работает для развития добровольчества, для развития системы троп вокруг Байкала и по охраняемым территориям, и между охраняемыми территориями, и в сотрудничестве с охраняемым территориям, и в обучении, уже теперь, обучении специалистов охраняемых территорий созданию троп, потому что эта организация теперь имеет в этой сфере колоссальный опыт. И уже не первый проект, который фонд президентских грантов поддерживает заявки Большой Байкальской тропы, успешная заявка прошлогодняя, которая тоже выполнена, где проведены и показательные проекты по строительству троп, и дистанционный курс обучения, как создать тропу, при этом они уже вышли за пределы Байкальского региона и начинают свои инициативные проекты делать в других регионах, что очень важно, и мы видим, как вот это новаторство, новые идеи, они работают в интересах охраняемых территорий и дают новый импульс развитию охраняемых территорий. Я считаю, что вот пример Большой Байкальской тропы, как небольшая НКО становится все мощнее и мощнее, получая поддержку, развивается и вносит колоссальный вклад в развитие заповедного дела. И последний проект, о котором я решусь сказать, это проект «Экоцентр заповедники», который следующий слайд у нас, картиночка, следующая картинка, это как раз проект, направленный на работу по развитию гражданского общества вокруг охраняемых территорий, вовлечение в работу с охраняемыми территориями людей разных возрастов. это детская аудитория школьная, это добровольцы волонтеры, это местные жители, которые вовлекаются в деятельность и в общественную активность, и в непосредственное участие, например, в развитии туризма. Проект, который работал, работает и национальным парком Чикой, где благодаря инициативе был создан ТОС совместно с национальным парком, помогает становлению вот этой некоммерческой структуры, которую объединены местные жители далекого до Байкальского села Красной Чикой, и работает этот ТОС теперь совместно с национальным парком, в интересах национального парка, на сути, в собственных интересах, потому что национальный парк окружает вот эти прекрасные территории, где природопользование всегда традиционно была основа жизни этих местных жителей. И картиночка вы видите, это да, это изучение опыта для участников проекта из разных регионов, опыта Кинозерского парка, клуба друзей Кинозерского парка, их проектов и так далее. То есть это проект, направленный на развитие этого важного, значимого, пока еще не принятого всеми направления формирования общественной поддержки через непосредственное вовлечение местных жителей и создание некоммерческого сектора, который поддерживает охраняемые природные территории. Вот такие разномасштабные разных регионов проекты. мне кажется, что можно подумать и о том, каким образом развивать направления близкие каждому из вас. Спасибо. Анна, ваши руки, все, Наталья. Наталья Романовна, спасибо большое, я пока вас слушала, аж сама вдохновилась. еще больше на эту тему, потому что прям спасибо большое, я надеюсь, что наши участники тоже увидели очень много примеров возможностей для сотрудничества и тоже вдохновились на новые, на разработку проектов, по которым потом можно подготовить заявки и подать заявки к нам в фонд президентских грантов. Ну а дальше получается моя уже роль рассказать уже вот какие-то такие где-то технические нюансы, где-то содержательные нюансы по подаче заявки. Вот один из таких вопросов, который Наталья Романовна тоже чуть-чуть осветила, что запрашивать сумму можно достаточно запрашивать сумму можно достаточно разной. И здесь что важно иметь в виду, что чем выше сумма, которую вы запрашиваете, тем выше проходной балл, тем больше количество баллов вы должны набрать для того, чтобы стать победителем. Вот. И у нас условно есть четыре категории запрашиваемых сумм. До 500 тысяч это самая маленькая категория проектов. И здесь набрать-то нужно всего 60 баллов из 100 возможных. То есть это не очень много на самом деле, но иногда бывает тоже достаточно трудно. И вот до 500 тысяч мы рекомендуем подаваться новым организациям, таким вновь созданным, неопытным организациям. Тех организаций, в которых, возможно, еще даже нет супер истории, развития социальных сетей, сайта. Или это те проекты, которые небольшие, локальные, возможно, на территории небольшого поселка, города, ну, небольшого города. Ну, вот такая, вот это получается такое пожелание. От 500 тысяч до 3 миллионов это уже более крупные проекты, которые охватывают либо весь регион в целом, либо какой-то один большой город. Но это все примерные рекомендации. Здесь уже нужно набрать 65 баллов для победы. И для проектов от 3 до 10 миллионов это 68, это уже проекты, которые имеют межрегиональный характер, то есть на несколько регионов. И свыше 10 миллионов мы рекомендуем поддаваться проектам, которые уже масштабы там сильно на несколько может быть федеральных округов, либо на всю страну. Но что я здесь хотела все же прокомментировать, что важно запрашивать ту сумму, которая вам действительно нужна. Вот, да. То есть если вы вдруг понимаете, что у вас проект на небольшой территории, но для того, чтобы вам его реализовать, вам нужно 1 миллион, то запрашивайте столько, сколько вам нужно и обосновывайте. Здесь важный комментарий, что нет большой суммы и маленькой суммы, есть обоснованная сумма и необоснованная сумма. Вот это принципиальная разница. В чем еще разница подходов в зависимости от суммы? Что есть разные коэффициенты значимости общих критериев оценки? То есть те заявки, которые вы к нам подаете, независимые эксперты оценивают по 10 критериям, которые вы видите сейчас на экране. Вся эта табличка есть у нас на сайте в разделе положения конкурса. Я вам рекомендую еще ее внимательно изучить, чтобы тоже понимать. Так вот, в чем здесь разница? Что для маленьких проектов, которые до 500 тысяч, здесь смотрите, есть три критерия, которые являются определяющими. Это актуальность социальной значимости, логическая связанность проекта и соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и всего бюджета. И если вы по этим критериям наберете максимальный балл 10, то ваши баллы эти умножатся на 2. И таким образом вы можете уже сразу набрать требуемые 60 баллов. Конечно, такого в жизни не бывает, но я вам сейчас просто привела пример, как считаются эти баллы. А вот эти критерии являются ключевыми для маленьких проектов. А вот такие критерии, как собственный вклад, как опыт организации, как информационная открытость организации, наличие сайтов, социальных сетей, публикации в СМИ, здесь уже это не так важно, потому что мы понимаем, что возможно это новые организации, у которых еще просто этой истории нет, еще может быть там нет какого-то другого дополнительного финансирования, и нечего здесь. Поэтому и у этих критериев значимость ниже. А вот чем сумма запрашиваемая становится выше, тем каждый критерий становится все значим. то есть для проектов свыше 10 нужно уже фактически по каждому критерию должны быть максимальные баллы, чтобы победить. И здесь уже чем выше сумма, тем больше внимания мы обращаем на опыт организации, на опыт команды, на информационную открытость, на репутацию организации в целом. Так, я сейчас посмотрю, есть ли какие-то вопросы по этому комментарию пока нету, значит, мы можем идти дальше. Дальше. Вопрос, который вы часто задаете. Как правильно заполнить заявку? Мы же с вами чуть-чуть разбирались, что основа правильно заполненной заявки это грамотно разработанный социальный проект. Поэтому мы начнем с ответа на этот вопрос. И мы в фонде рекомендуем придерживаться логики и методологии социального проектирования. То есть это специальный процесс разработки проекта. И что вам в помощи? Я не хочу сейчас с вами, у нас действительно осталось полчаса, ну, из того, что мы вам анонсировали. Я вам хочу сейчас показать те инструменты, обучающие материалы, обучающие возможности фонда президентских грантов, которые есть, которые всегда доступны 24 на 7 в любое время вы сможете воспользоваться. Итак, как раз-таки для того, чтобы ответить на вопрос, как разработать социальный проект, у нас есть специальный курс, называется «Социальное проектирование от идеи до президентского гранта». Он состоит из 10 уроков. Я сейчас вам листаю, как это приходится на сайте. Он состоит из 10 коротких уроков. Каждый урок состоит из коротких видео, информационное видео дублируется текстом. Также там в каждом уроке есть небольшой тест и практическое задание, выполнение которого приводит к вам к разработке проекта. И бонусом, когда вы прошли все 10 уроков, например, если вы сейчас на стадии именно разработки проекта, если вы еще не подавали заявку в фонд президентских грантов, то вы можете сказать «Хочу разработать свой...» После 10 уроков у вас становится доступна такая функция, что вы можете получить от нас специально разработанный чек-лист по самопроверке, насколько грамотно разработан ваш проект. Для этого что вам нужно сделать? Вы выполняете итоговое практическое задание. Оно есть. Если вы вышли подробно по каждому уроку, после каждого урока делали практически задание самостоятельно, то вам просто нужно будет скопировать и вставить все в итоговую форму и отправить его нам. После этого вам на почту придет вот такой чек-лист. Чек-лист идет по каждому разделу проекта, практически по каждому уроку, который вы проходили, и вам нужно просто ответить «Да? Нет?» И в зависимости от того, насколько вы честно посмотрели на свой вопрос, на свой разработанный проект, ответили на эти вопросы, вы как раз таки получите список того, что вам нужно еще доработать в вашем проекте. Вот такой есть получается чек-лист. Дальше. Что еще? Есть как правильно заполнить заявку. Вот вы разработали проект с помощью нашего онлайн-курса. Дальше следующий инструмент. Часто очень сложно вот этот проработанный проект вместе с командой переложить в заявку. И для этого у нас есть специальный центр поддержки. Он находится прямо рядом с разделом онлайн-курсы поддержка. Что это такое? У нас есть кодовое название этой поддержки, называется Википедия. Вы здесь можете либо вписать свой вопрос, как в Google либо в Яндексе, и вам выдадутся актуальные статьи. Либо вы можете нажать на соответствующий раздел, например, подача заявки. И там есть комментарии к каждому полю нашей заявки, что и как там нужно оформить. И даже по некоторым самым сложным полям есть типичные ошибки, которые допускают заявители. И здесь очень удобно и быстро пользоваться, искать. Если вдруг вы не нашли ответа на вопросы в наших статьях, здесь есть функция задать вопрос. И наш контактный центр с удовольствием в течение определенного быстрого времени вам ответит на этот вопрос. Поэтому здесь это прям супер инструмент для того, чтобы быстро сориентироваться и получить необходимую информацию, что и где нужно написать. дальше. Вот этот вопрос возможно сейчас у вас еще не возникает, но возникнет, если вдруг вы с первого раза не победили, потому что очень часто нас просят и говорят «пожалуйста, покажите комментарии экспертов по заявке, почему мой проект не прошел, я не понимаю, что мне доработать, что как». Согласно положению о конкурсе, фонд оставляет за собой право не раскрывать комментарии экспертов по заявке, то есть не обязан. Но для вас специально, потому что мы действительно понимаем необходимость обратной связи, мы разработали специальный сервис по самопроверке заявки. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно снова зайти на онлайн-курс по социальному проектированию, пройти все 10 уроков, здесь вы можете увидеть список из 10 уроков, которые есть, и перейти в самый последний сервис по самопроверке, он тоже сейчас подсвечен. Что же в нем? Если вы проходили онлайн-курс с того же аккаунта, с той же электронной почтой, с которой вы подавали заявку в фонд президентских грантов, у вас автоматически в личном кабинете появятся ваши заявки, которые вы к нам подавали, и вы их можете проверить. Как? Ответив на один из... на каждый из 86 вопросов, то есть здесь формулируется вопрос, и дальше в вашей заявке подсвечивается то поле заявки, где нужно искать ответ. И на выходе, если вы честно ответили на каждый вопрос, у вас такой получается результат, что по каждому критерию вы видите разбивку. у вас критерий очень хорошо проработан, средненько проработан, либо все плохо, и вы получаете подробный список практических рекомендаций по доработке заявки, и воспользовавшись им, вы уже спокойно можете идти и дорабатывать заявку. Я недавно смотрела заявки текущего конкурса, и у нас было несколько проектов, которые приложили прям список всех вопросов этого сервиса по самопроверке, и их ответы. Не ответы да, нет, а их прям конкретные раскрыты комментарии. Смотрите, как мы доработали эту заявку. И это прям восхитительно круто, и это очень большая работа над ошибками вместе с собой. Итак, здесь это суммирующий слайд, это те материалы, которые есть у нас на сайте. Получается, есть онлайн-курс по разработке социального проекта. Есть сервис по самопроверке заявки, это для тех заявок, это для тех, кто подавался к нам и не побеждал и хочет понять, что нужно доработать. Есть чек-лист самопроверки, это аналог сервиса по самопроверке, но он больше для тех нужен, кто еще ни разу не подавал, не участвовал в конкурсе, потому что сервис по самопроверке работает только с уже поданными заявками. И наш любимый и очень ценный центр поддержки, где вот эти собраны короткие статьи по ответам на самые злободневные вопросы по участию в конкурсе. И, честно говоря, мы, мне кажется, являемся вместе с этим инструментом первопроходцами среди грантодающих организаций, потому что ни у кого такого еще нет. Да, и мы переходим к последнему небольшому разделу. Это какие типичные ошибки в заявке. И чтобы нам ответить на это, ну, перед тем, как мы перейдем, я хотела бы задать вопрос, а с чего начинается разработка социального проекта? Потому что, как типичные ошибки в заявке, очень тесно связаны с типичными ошибками в разработке проекта. И поэтому нам важно понять, и это такое вам, такая, ну, плюшка, вернее, не плюшка, а это, как сказать, это то, что разбирается у нас всегда в самом начале, в рамках наших семинаров, тренингов и в рамках онлайн-курса. Вот, давайте попробуем. Или вы уже в чат написали? Так, я вижу, что многие написали в чат, что двое человек, уже трое человек написали в чат с проблемой целевой аудитории, с выяснением проблемой постановки цели, с анализом ситуации постановки проблемы. Супер! Какие все отличники? О, с идеей. Так. Я буду параллельно читать и чат, и смотреть, что здесь есть. С идеей постановки цели, задач, анализ ситуации, желаемое изменение. Да. Знаете, какой у нас, у меня такой комментарий, что вот сам проект... Сам проект может начинаться с любой точки. Он может начинаться, действительно, с идеи реализовать какое-то крутое, классное мероприятие, которое вы подсмотрели. Он может рождаться, я сейчас так очень мягко скажу, с необходимостью что-то купить. Да, он может действительно рождаться с того, что вы хотите решить чью-то проблему. Но вот именно разрабатываться проект должен начинаться с изучения проблемы целевой группы. И я надеюсь, что когда вы пишете слово «проблема» либо «социальная проблема» с изучением, что вы подразумеваете, что вы изучать будете не проблему в воздухе, а проблему конкретных людей. И мне сейчас очень... вот. Видимо, Наталья Волкова, представительница ФОКБУ, говорит, с поиска НКО. Ну, скорее, с поиска партнеров реализации вашего проекта. Я бы так прокомментировала. Да. Итак, проект начинает разрабатываться с изучения социальной проблемы конкретных людей. Так, идем дальше. И вот здесь это самая первая типичная ошибка. Когда мы видим в обосновании социальной значимости проекта, фактически в этом пункте вы должны поместить описание конкретных проблем людей, описывается вот эта подвешенная проблема развития туризма, что там... что... 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 что в соответствии с тем стратегией развития туризма в Российской Федерации, во всей Российской Федерации, да, а не конкретно на территории, где этот проект будет реализовываться, там, что... что это нестабильные, часто штормовые погодные условия, трудоступность территории. Это... это проблема... это не проблема ровно того, пока люди с ней не сталкиваются. Если люди... вот... и часто еще в заявках бывает такое, что проблема описана так, как... не знаю, у музея течет крыша. Но это проблема музея. А не проблема конкретных людей, которые придут в этот музей, чтобы удовлетворить там свой запрос, свою потребность. Вот это... и смотрите, важная связка... это сейчас уже будут какие-то скриншоты из заявки. Важная связка пунктом обоснования социальной значимости, описания проблемы и целевой группы. Да, здесь целевые группы обозначены, как дети, подростки, женщины, молодежь и студенты, люди, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды. Если вы даже по диагонали прочитаете то, что указано в обосновании социальной значимости, вы увидите, что про этих людей, которые указаны в целевых группах, нет ни слова. Здесь в целом говорится о развитии, там, экологических турах и развитии экологического туризма. Идем дальше. О чем я тоже говорила, что целевые группы проекта часто говорят «все». Ну, мой проект, ну, как я могу выделить, у меня проект для всех. И вот здесь, как вы видите, тоже в целевых группах перечислены все, от мала до велика, от детей до пенсионеров, всех возрастов. И с одной стороны, когда я читала эту заявку, в обосновании социальной значимости очень много говорится про то, что целевой группой вроде как является это люди старшего поколения, которые достаточно быстро остареют. И у них очень много разных проблем со здоровьем. И вот здесь всю проблему сельской местности они раскрывают через них. А в целевых группах описывают слишком много разных, совсем других людей. И все бы ничего. Да, если бы мы потом посмотрели, что после ухода на пенсию люди, воспитанные, привыкшие быть всегда при селе, в коллективе, остаются вне коллектива жизни в обществе. И это там сильная психологическая нагрузка на пожилых людей. Если бы мы увидели, что вот эта проблема будет дальше решаться в проекте, можно было бы на то, что в целевых группах перечислены все, закрыть глаза. Но это вот календарный план этого же проекта. Вы можете посмотреть, что в мероприятиях и в ожидаемых результатах, итогах этих мероприятий ну вот не везде понятно, что будут задействованы пенсионеры пожилые. Вот они есть только вот в приобретении и монтаже компьютерной техники для организации компьютерного класса. Вот. И вот все. Непонятно. А дальше еще что важно. Посмотрите, пожалуйста, как формулируются количественные результаты. просто количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта. Количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания. Количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования и просвещения. Там вот тысяча человек, которым оказаны услуги в сфере образования и просвещения. То, что вы указываете в количественных результатах всего проекта, должно найти отражение в календарном плане. Посмотрите, вы видите какие-нибудь цифры, количественные результаты в данном календарном плане. Скорее всего, вы их не увидите. И непонятно, как этот календарный план способствует достижению количественных результатов. А что еще сложно, да, я вернусь на слайд назад. У нас целевую группу описано 6. И вот непонятно, количество человек, принимавших участие в мероприятиях проекта, это про детей, это про пожилых, это про, я не знаю, подростков, про женщин. Непонятно, на кого направлен этот проект. Так, давайте идем дальше. Давайте я тут побуду немножко таким студентом, который как раз не подавал никогда заявки. То есть мы сейчас разбираем ошибки. Значит, правильно, если указываем несколько целевых групп, то и в результатах же указать, какой из групп что произойдет. То есть я сейчас говорю вот от того, что как неправильно, к тому, как правильно. Делать что? А лучше указать одну целевую группу конкретно. Потому что вот у нас часто указывают, например, дети и подростки. Да, вот здесь есть. Но дети это все от нуля, не знаю, получается, до 12-13 лет, подростки там до 18. Проблемы у детей, там, 3-4 лет, проблемы у детей 10 лет, проблемы у подростков 18 лет, это разные проблемы потребности запроса. То есть успех выше в случае, когда четко описана одна целевая аудитория и четко понятно, что с ней происходит. Это понятнее и эффективнее, чем описывать все целевые аудитории и не писать, кто что получит. Да, все верно, потому что на самом, по факту же, что будет? Если вы описали 6 целевых аудиторий, условно, как здесь, их, конечно же, здесь больше, даже потому что некоторые через запятую, то у каждой целевой группы есть своя проблема. А если у нас проект направлен на решение социальной проблемы, либо смягчение, то по факту это будет 6 проектов в одном. Очень комплексный и сложный. Поэтому лучше четко обозначить целевую группу. То есть просто заявка становится более понятной? Она становится более конкретной, я бы сказала. Более конкретной, да. Более конкретной. Спасибо, потому что я вижу, участники готовы расписать всех-всех-всех. Ну что ж, как бы решение ваше. Ну вот совет я такой и слышал. Так, время неумолимо. Да-да-да, мы двигаемся дальше, а мы уже прям к концу подходим на самом деле. Вот здесь, вот здесь это мы как раз и проговорили с вами. Здесь тоже тот же самый пример. Вот это такая типичная ошибка, что то, что вы указали в количественных результатах всего проекта мы должны увидеть это в календарном плане. Вот в столбце ожидаемые итоги, ожидаемые результаты от каждого мероприятия. И сумма количественных и качественных результатов мероприятий календарного плана должна равняться тому количественному результату проекта, который вы указали в пункте 13. Я сейчас, извините, что с пунктами, но вот это так. То есть, а здесь получается, что заявлено такое большое число, как 60 тысяч человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения и так далее. И вот из всех мероприятий мы вообще... Я не могу понять, а где эти люди вообще появляются, и точно ли организация, то есть точно ли заявитель понимает, как она достигнет этой цифры. Вот. Надеюсь, это вот тоже понятно. Часто и что... Да, я тут сразу вижу комментарии, да, посмотрите на проект победителей, пять целевых групп, но, опять-таки, это не то, что пишите только одну, а то, что если написали пять, то распишите их понятно в цифрах, и где они появляются, и где они появляются в результатах. Это просто комплексность работы с заявкой. Это не делает заявку... Заявка с несколькими целевыми группами не хуже той, которая с одной, но каждая из групп должна быть понятно описана. Да, там просто есть разные элементы. Как вот я тоже в первое заявление... В первое, то, что я приводила, пример. Получается, если... Если бы они там написали в целевых группах... Сейчас, да, если к нему вернуться. Если... Вот... Да вот он. Вот он, например. Они в обосновании цельной значимости говорили про пожилых людей. Если бы дальше весь проект тоже был про пожилых людей и в количественных результатах тоже были бы про пожилых людей, и было бы понятно, что они на самом деле... Ну, здесь просто сделали ошибку. Ну, бывает. Но все остальное дальше логично и стройно, то это... У нас же... На всякий случай еще раз проговорю. Для того, чтобы стать победителем, нужно набрать не 100 баллов из 100 возможных, да, не вот круглоотличник. Идеальных заявок не бывает. Но есть проходные баллы, которые не самые высокие. Их нужно просто набрать. И многие действительно побеждают по сумме баллов за разные критерии. У кого-то здесь страдает, у кого-то... У кого-то... Иногда в кратком описании проекта не очень все хорошо и качественно проработано. Когда смотришь календарный план, так все понятно. И для кого, и что будет. И бюджет отлично проработан. Так, а, ну все, заявители понимают, о чем они говорят, и что они будут делать. Вот, здесь тоже часто путают количественные результаты, потенциальный охват. Просто тоже посмотрите, пожалуйста, что здесь заявлено количество человек, которым указаны слуги в сфере образования и просвещения, аж 4,5 миллиона. А все это в календарном плане есть лишь одно мероприятие, и это просто будет охват, это будет охват трансляции фильма. И не факт, что это, вот, здесь даже сама формулировка количественных результатов, ну, некорректные. Оказаны услуги в сфере образования и просвещения, да? А просмотреть фильм, а, возможно, ты просто включишь, переключишься на другой канал, и это ты уже, ну, как бы, условно посчитаешься. То есть это даже очень неправильный подсчет. Поэтому старайтесь просто даже избегать вот этого потенциального охвата. И еще важный комментарий, что количественные результаты должны быть указаны на момент окончания проекта. Не всего гипотетически, да, сколько у вас станет посетителей благодаря реализации этого проекта в течение следующих пяти лет. А вот проект, как мы уже с вами говорили, да, имеет начало и конец, четкие временные рамки. Вот на конец проекта сколько у вас будет там, не знаю, посетителей ваших труб, участников ваших мероприятий. Вот это вот важно. Тоже следить за собой. И на самом деле, это последняя типичная ошибка, о которой я поговорила, это недостаточность подробных комментариев и обоснования статей расходов. Ну, вот здесь их почти вообще нету. Ну, то есть мы не понимаем, почему руководители проекта 30 тысяч зарплаты, что конкретно он будет делать, на основании чего эта сумма. Вот слесарь, установщик оборудования, тоже почему 70 тысяч ему будет платиться. Это, то есть, знаете как, непонятно. Помните, я говорила, что нет маленьких и больших сумм, есть необоснованные. Непонятно, 70 тысяч за что? Ну, то есть здесь, конечно, перечислено, но недостаточно подробно. И откуда 10 тысяч идет на зафинансирование? Откуда эти деньги? Это он вам скидку сделал, так стоит 70, или вы ему доплатите своих 70, или еще что-то? Непонятно. Вот такое же в целом. Аня, уточнение, если вдруг по каким-то причинам вот там эти цифры объективные, что прикрепить, какая дополнительная информация покажет их объективность, покажет, что оценка объективна? Я вам сейчас как раз хотела рассказать. Получается, нужно, давайте вернусь назад, если мы говорим про статьи по оплате труда, то важно сказать, какая, например, уровень средней зарплаты в регионе, либо в городе, либо в селе, где будет реализовываться этот проект, на территории реализации проекта. Конкретно перечислить, за что будет отвечать этот человек в проекте, либо что конкретно он будет делать. И какова его занятость. Но вот именно для оплаты трудоштатных работников еще нужно указать занятость. То есть, например, он 100% занят в проекте, под 100% занятостью мы имеем в виду 8 часов в день, 5 дней в неделю. Ну вот, такая занятость. И в зависимости от этого идет расчет. Если мы говорим про выплаты физическим лицам по гражданско-правовым договорам, то здесь важно тоже указать, например, расценка, либо в час, либо за какую-то единицу оказания услуги, либо, да, и тоже рассказать, что будет конкретно реализовано, сделано и желательно с цифрами. Иногда здесь даже, что делают, иногда прикрепляют какие-то, возможно, либо коммерческие предложения, где-то иногда делают, дают ссылку прямо на средние, на статьи со средней зарплатой. Вот. То есть, здесь по-разному важно, что человек действительно высчитывал, действительно высчитывал эту цифру, и это прям видно. вот здесь, если с точки зрения именно аренды оборудования, инвентаря, инвентаря, ну, то есть, закупок, различных закупок, вот, нам непонятно, туристическая трехместная палатка за 16 тысяч, это вообще, ну, как бы, какая-то палатка. Здесь в идеале либо дать технические характеристики этой палатки, либо можно прям просто дать ссылку, где вы примерно планируете это покупать, либо даже можно ссылку на Яндекс.Маркет, что вот, вот такая, вот примерно такую палатку мы собираемся покупать, это вот средняя стоимость этой палатки. И здесь еще также, что говоря, еще часто важно показать связку с календарным планом. Ну, вот здесь вроде есть, там, для проживания добровольцев, для работы организаторов. У меня еще прям супер проработанные проекты, такой детализации мы, конечно же, не требуем, но некоторые заявители прям делают. Этот расход необходим для реализации мероприятия, но номер такой-то из календарного плана. Это, конечно, супер детализация, и нам такое не всегда нужно, но из ваших комментариев должно быть понятен расчет, на основании чего. И получается связь с календарным планом, потому что бюджет проекта это фактически денежное выражение календарного плана. Так, ну, это еще раз материалы на сайте. Единственное, знаете, что я хотела показать, я вот думаю, насколько мы просто именно в центре поддержки, там есть отдельная статья, отдельный большой раздел методические рекомендации по бюджету. и там по каждой статье расходов бюджета есть конкретные рекомендации, как правильно описать комментарий к этой статье, как сделать расчет. То есть вот здесь у меня скорее была задача для вас продемонстрировать, как не надо делать и продемонстрировать на типичных ошибках. Я знаю, что часто нас просят «А покажите, как правильно покажите идеальную форму заявки?» Мы старательно этого избегаем, просто потому, что чаще всего это просто копипаст, а на самом деле каждая заявка уникальна, каждый проект уникален и должен обосновываться, исходя из их реалий. Вот. Так. Если по-простому, то в документе сколько бы целевых групп или зарплат или чего-то не было, должна быть видна логика, продуманность и соотношение этих статей между другими. То есть это просто разные разрезы на вот один и тот же запрос. И чем он более развернутый, тем более сильной становится заявка. Да. Да-да-да. То есть все достаточно подробно. И если вдруг вам не хватает тех полей заявки, которые у нас есть, и у вас есть какие-то дополнительные материалы, которые усилят эффект на экспертов при вашей оценке, при оценке вашего проекта, то вы тоже можете там приложить презентации, видео, ну вот, все, что ваше фантазии угодно. У нас была такая, вот недавно тоже я видела в заявке, был календарный план, оформленный по диаграмме Ганта. Я такая, ничего себе, действительно, все спланировали, все понятно, кто за что отвечает. Я хотела ответить на вопрос. Я не могу держаться здесь от комментариев. Я был с той стороны в одних из проектов, кто получает заявки, иногда складывается чувство, что те, кто подает заявки, думают, что их читает робот. То есть просто встаньте на место того человека, кто будет читать, или покажите кому-то, вот, кто не работал с вами по заявке, задайте вопрос, понятно ли ему, о чем это, или вообще ничего не понятно, если он, конечно, готов уделить время. То есть вот часто вот эти формы, машины, с которыми мы работаем, они невольно провоцируют впечатление, что либо там целая команда будет работать, либо там будут вот искусственный разум все это сделать. Я с таким сталкивался. Давайте я сейчас, возможно, еще какой-то один из советов дам, что важно, когда вы заполняете заявку, избегать заумных фраз, вот этих сложно сочиненных конструкций. Для нас важно, чтобы вы писали заявку простым языком. То есть, например, отсутствие экологической культуры у жителей можно заменить, что жители регулярно мусорят и не подбирают за собой. Ну, я просто к тому, что отсутствие экологической культуры это очень широкое, абстрактное, высокое понятие и непонятно, что конкретно за ним стоит. А вот простым языком описывать заявке проблему так, как будто бы вы рассказываете другу за чашкой чая, это то, как нужно заполнять заявку. Потому что вашу заявку читают не роботы, а их читают обычные, конкретные люди, эксперты. И важно, почему еще важна проработанность и очень подробные, детализированные комментарии. потому что эксперты тоже люди. Они могут читать заявку в хорошем настроении, могут в плохом настроении. У них, может быть, они могут захотеть изучать заявку шесть часов, а могут понимать, что у них вот есть сейчас только два часа на оценку этой заявки. И важно максимально себя подстраховать в этой заявке и указать, проработать ее так, чтобы даже при беглом прочтении было понятно, что вот вы точно знаете, что вы будете делать, если вдруг, если вы победите в конкурсе по президентским грантам. Так. Ну вот видите, комментарии, да, смотрите, раз на раз не пришлось, все зависит от настроения экспертов, а мы потом страдаем. Это в любом случае всегда это независимая экспертиза. И мы доверяем нашим экспертам. Давайте еще про важное расскажу, может быть, тоже. Первое, что у нас идет система автоматического распределения заявок между экспертами. То есть эксперты не... Мы не знаем, какая заявка попадет к какому именно эксперту. Они автоматически идут распределяться. Каждую заявку проверяют минимум два эксперта. Заявки уже, которые запрашивают суммой больше 10 миллионов, их уже мы стараемся, чтобы оценивали минимум три эксперта. И если разница между двумя экспертами, разница в баллах между поставленными двумя экспертами будет больше 20 баллов, то обязательно будет назначаться дополнительный третий экспертиз. Вопрос, слушайте, вопрос такой вот к вам как бы изнутри. Есть ли какой-то, условно говоря, регламент принятый, какое количество времени эксперт уделяет заявке? То есть всегда есть соотношение потока заявок с временем экспертов? Такого регламента нет. У нас есть регламент того, что они должны оценить. И тем более есть разные заявки. Есть заявка на небольшую сумму, и там в целом условно будет 11-15 страниц. А бывают заявки на 10, на 20, на 70 миллионов, то есть разные заявки, и там заявка может быть расписана на 40 страниц. Естественно, что невозможно сделать. Я поясню, что я имел в виду. То есть у эксперта система построена так, что у эксперта нет возможности посмотреть первый слайд, не нравится и перекинуть дальше. То есть там множественная происходит оценка по разным критериям, и он как минимум заполняет их все. То есть он вне зависимости. И это я как раз вот разграничение между субъективностью и объективностью. И сама система, она не дает возможности эксперту просто сказать не нравится. Да. Если необходимо, я готова вернуться, но я уже показывала, что у нас есть разработанная система 10 критериев оценки по каждому, из которых эксперт должен поставить оценку от 1 от 0 до 10 и написать комментарий, почему он поставил тот или иной балл. Я думаю, тут возвращаться не нужно, просто я немножко рассчитываю тот балл без задней парты, который переспрашивает. Я просто говорю, что есть эти 10 критериев. По каждому критерию есть методические рекомендации по оценке. Эти методические рекомендации доступны также на сайте в разделе конкурсы. Там можно скачать методические рекомендации по оценке. И на основе этих методических рекомендаций по оценке как раз таки и составлен чек-лист по самопроверке заявки проекта и сервис по самопроверке заявки. Так что у нас вот здесь идет такая синхронизация между экспертизой и между обучающими программами. Спасибо. Был вопрос про поделиться презентациями. Эти презентации готовы ли вы их где-то опубликовать, чтобы мы могли распространить ссылки вместе с записью? Да, конечно. Спасибо. Так, ну вот в целом у нас сейчас блок ответов на вопросы, если... Ну мы так по-живому очень много разбирали вопросов. Я знаю, что еще у вас работает команда собственно вот в чате, поэтому просьба тогда сейчас к чату. Я напомню, что я обращаюсь не к чату ВКонтакте, где идет ретрансляция, а к чату на нашей бинарной платформе. Если вы чувствуете, что сейчас что-то важное еще осталось незакрытым, пожалуйста, дайте нам знать. Мы уже так немножко вышли за тайминг, но это для того, чтобы сделать более подробную информацию и ответить на самые разные вопросы заранее. Поэтому сейчас мы еще ждем две минутки. Я понимаю, что вот напечатывание длинного вопроса может быть сложным. Ань, вы чат видите, можете прямо подхватывать, если удобно. Например, Татьяна спрашивает, когда начнет следующий конкурс. Следующий конкурс ориентировочный начнется в августе-сентябре 2020 года. Важно следить за нашими обновлениями на сайте и в группах в социальных сетях. Мы есть в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Инстаграме, Ютубе. Наш сайт это адрес? президентскиегранты.рф. Вот он, он есть вот внизу на слайде. Я просто... Понял, очень маленькая. Да-да-да, я сделала презентацию, которую буду отправлять. Я сделала еще дополнительный слайд здесь. Спасибо. Должен ли быть один эксперт из региона подачи заявки? Это одно как бы одно из... У нас одно из пожеланий, да, то, что один из экспертов, который оценивает, может быть из региона. Это пожелание, но нет... Но один эксперт должен быть не из региона. Точно, ну, то есть точно не из региона. Возможно ли нанимать сотрудников парка для проведения работы? Ну, в целом, возможно, возможно. Возможно. То есть здесь важно, что как вы это все оформите, скорее всего, его лучше нанять на на оказание услуг, то есть не по трудовому договору, а с точки зрения именно как гражданско-правовой договор оформить с ним. Вопрос Натальи задает, считаю, что он не по теме, но можете ли вы сказать, скидки по налогам на зарплату включают в себя июнь или нужно успевать отправить зарплату в мае? Видимо, это уже действующий проект. Давайте я пойму этот вопрос пока скорее. Куда я написать? Если Наталья является нашим победителем, то лучше этот вопрос как бы задать кураторам в личные сообщения, в диалоге с фондом и там это все обсудить. Вот, поэтому давайте... Под действующим проектом общение с кураторами, потому что здесь нельзя так вообще отвечать. Вопрос абстрактного плана, что будет с теми дополнительными деньгами от президента, на какие конкурсы они пойдут? Какими темами я не очень понял? Может быть, я что-то упустил? Если вы поняли, то... Я... Совсем скоро будут новости. Окей. Так, двигаюсь дальше. Когда проект направлен на улучшение инфраструктуры природного парка, по которому ходят туристы, в целевую аудиторию включаем только туристов или местных жителей тоже. Трудно оценить конкретное качественное влияние на какое-то точное количество жителей. Да, я вижу, Жанна, здесь... То есть, вы должны понять сами. То есть, здесь я не готова, не могу вам подсказать, потому что вы должны сами разобраться. Вы только для туристов реализуете этот проект или наоборот, вы реализуете проект для местных жителей. То есть, здесь прям это могут быть два принципиально разных проекта. У вас могут быть, если вы только... вы, если, например, делаете проект для местных жителей и включаете их в то, чтобы они там больше... больше вовлекались в создание инфраструктуры, то и больше чувствовали ответственность, я не знаю, за тот природный парк, рядом с которым они живут, да, то это одна история. Если вы больше про то, чтобы больше удовлетворить, я не знаю, решить проблемы туристов, у которых есть эта потребность больше путешествовать и изучать там природу, то это другой проект. То есть, здесь я не могу... То есть, это к слайду целевых аудиторий и решаемых проблем, правильно? Это либо одна целевая аудитория, либо их две, и насколько они описаны. Это вот у нас возвращается к этому шагу. Да, и то есть, вот эти вопросы, которые есть, что я хотела... Мы рекомендуем. У нас точно будут по приему заявок у нас всегда есть вебинары, при том, что есть еще часть вебинаров, которые записаны, и их тоже можно легко найти. И можно вот эти все... Я сейчас поотвечаю обязательно на эти вопросы, но вот на этих вебинарах о том, как разработать проект, как подготовить заявку, вот там прям суперподробно мы все эти моменты разбираем. На всякий случай, если вдруг сейчас вам непонятно, я еще тоже скину туда ссылку организаторам, где можно найти... У нас есть отдельная статья по всем обучающим материалам фонда. Там можно тоже это быстро, легко и знать. Хорошо. Вопросов много, стараемся тезисно. Андрей Руднев, как происходит отчет по охвату людей, участников проекта? Заявлено тысяча участников, со всех ли необходимо собирать подпись? Собирать подпись не обязательно. Отчет, главный ваш отчетный документ, условно, это фотографии. Если мы по фотографиям увидим, что у вас тысяча участников на мероприятии было, то, значит, все, вы отчитались. Так, давайте я дальше. Ирина Журавлева, возможно, подавать заявку на долгосрочный проект на пять лет? Верно? У нас есть история с долгосрочными проектами, но на три года. Но это должно быть очень обоснованно. Почему вы не можете реализовать проект за полтора года? то есть стандартная длительность проекта это полтора года, восемнадцать месяцев. Если вы подаетесь на три года, это должно быть суперпричина и очень опытная команда с сильной репутацией. Команда, организация, которую вы подаетесь. Дальше. Подходит ли мне вопрос или вам комфортнее их зачитывать? Я сама буду читать, если можно так. Хорошо. Да, спасибо. Так, дальше. Дальше вопрос от Ирины. Возможно ли подавать заявку на создание документального кино созданием медиаплатформы? В целом, возможно. А дальше уже зависит от того, как вы проработаете этот проект. Ну, все пропишите. Так. Ну, да-да-да. То есть я как раз о том и говорила, что у нас разнообразие проектов велико. Какие проекты вы можете к нам подавать. Здесь дальше уже на то, что у нас нет какой-то определенной темы, которую мы любим больше или меньше. Мы поддерживаем все качественно проработанные проекты и правильно оформленные заявки. Вот здесь, вот это, мне кажется, важный момент, который... Поясните. У нас нет соревнований между темой по социальной поддержке и темой охраны природы. Нет их. Денег хватит на все. Единственное, о чем я напомню, это о том, что зачитывать вопросы или комментарии, потому что кто-то будет нас смотреть в записи и там не будет таких вопросов. Да, здесь просто дальше Ирина Журавлева очень подробно описывает все варианты того, как дальше может развиваться проект. Но в целом я смотрю... Так. Я вижу дальше Андрей Руднев. Как, например, посчитать охват построенной туристической тропы, указывать заявки и потом доказывать это количество? Ну, а как вы думаете, как это посчитать? Ну, на самом деле, ну, вот вы же реализуете этот проект и у вас есть эти инструменты для подсчета. То есть, я не знаю, вы можете установить специальные маркеры, на которых будет подсчитывать количество людей, вы можете организовывать экскурсии и по количеству экскурсий, по количеству людей, которые будут на этих экскурсиях, вы можете посчитать количество людей. Я не знаю, вы можете продавать входные билеты и потом смотреть, сколько людей вышло. Ну, то есть, вот, дальше ваш уровень фантазии, я бы так сказала. Дальше, тоже, Андрей, или, например, про посадку леса. Был проект про массовый лагерь с посадкой, они писали количество посаженных дырей, фотографировали, но каждый дерево, конечно же, они не фотографировали, скорее всего, они еще также отчитывались и юридическими документами, и коммерческими документами с точки зрения, сколько было закуплено саженцев, вот, и фотографиями. Даже то, что мы показали, там была фотография большого-большого лагеря, где массовая посадка деревьев идет, то есть тут разные инструменты используются. Так, я еще нашла вопрос, на который я не ответила, от Евгения. Есть ли ограничения по закупкам в рамках средств бюджета по гранту, по примеру, с бюджетными организациями, или, главное, в соответствии статьям бюджета, независимо от сумм? Смотрите, есть ограничения на то, что вы перечисляете очень большую сумму, ну, то есть большую часть запрашиваемой суммы одному лицу, то есть одному юридическому лицу. Но это даже не сколько ограничений, сколько вам нужно обосновать, почему вы им перечисляете столько. А в целом никаких тендеров проводить не надо, вы это просто оплачиваете по договору. Станислав Лучко. Возможно ли проект с последующим коммерческим использованием? Недвилевочный парк, например. В целом, возможно, но важно, чтобы в рамках вашего проекта все услуги, которые вы оказываете для целевой аудитории, были бесплатными. Вот. То есть и важно, чтобы вы показывали... Важно, что даже если вы это будете частично коммерчески использовать, то нам бы хотелось, конечно, чтобы вы дальше делали историю с продолжением для той целевой аудитории, для которой вы делаете. Вот это вот важно. Чтобы это было не рекламой, просто не рекламным ходом, вот сейчас мы бесплатно дальше за деньги, а чтобы вы понимали, что вот для этой целевой аудитории мы точно будем делать... Ну, точно этот проект останется, например, бесплатным. Есть история, например, с проектом по ипотерапии. Да, то есть частично... Да, у нас там... Значит, один раз они у нас... Они у нас один раз выигрывали, потом сказали, что мы проводим проекты, мы проводим постоянно регулярные занятия, но вот когда дождь, снег, мы уже не можем, потому что у нас нет навеса, нет ангара. И они говорят, вот тогда, если мы сделаем еще ангар, то мы сможем больше людей, больше детей, ну, условно, лечить с помощью ипотерапии. И они честно писали, что вот для тех детей, у которых там сложная жизненная ситуация, у которых там малоимущие, для них это будет бесплатно. Но параллельно, чтобы нам тоже существовать, у нас есть и платные занятия. Но вот все то, что происходит на средства гранта, это идет бесплатно для целевой группы, и это очень важно. Так, дальше. При заполнении... Вопрос от Ирины. При заполнении аналитического отчета в соответствующем разделе... А, это уже ответ. Был ответ про софинансирование. Да, вы указываете это просто в аналитическом отчете, даже не финансовом. Что вот столько-то денег было приучено как софинансирование. Дальше. Евгений. Если речь идет о туристической инфраструктуре, предполагается, что по окончанию гранта есть возможность ее передачи муниципалитетам, либо заповедникам, либо нацпаркам. Ну, вот здесь сложный момент. Если вы чисто просто посредник, то это, конечно, не очень хорошая история. Если вы действительно это будете потом развивать как некоммерческая организация, то есть это та инфраструктура, которую вы делаете, вы будете на ней еще делать следующий проект, использовать ее, действительно, это используют для тех проектов, то да. А вот если вы просто как посредник выступили, вот мы сейчас реализуем маленький проект, делаем инфраструктуру, потом все передадим, это, к сожалению, тоже часто видно, на самом деле, в заявке. Ирина, вопрос. Есть ли обязательства по софинансированию проекта изначально? Смотрите, обязательств нет, но ваш уровень софинансирования влияет на, в том числе, на вашу оценку. Есть отдельный критерий, как раз-таки, софинансирование, а собственный вклад организации в проект, и дальнейшее развитие проекта. И вот, чтобы получить максимальный балл по этому критерию, в идеале показать софинансирование 50 на 50. 50% запрашиваемой суммы гранта, 50% собственных средств организации. Под собственными средствами организации и партнеров, я имею в виду не только финансовые средства, но и вклад волонтеров. Это ваша инфраструктура, ваше помещение, оборудование, которое вы будете использовать для реализации проекта. То есть это намного больше, чем просто финансовые средства. Это то, что вы готовы вложить в проект. То, что вы, например, можете свою зарплату, если вдруг вы тоже хотите работать как волонтер, вы указываете свою зарплату тоже в качестве софинансирования. По софинансированию тоже есть отдельный специальный урок в рамках онлайн-курса о том, как его рассчитывать и что может быть заявлено в качестве софинансирования. Я надеюсь, я ответила на эти вопросы. Вот смотрите, вопросы для Станислава, для Евгения. Если эта структура находится на территории этого парка, мне не очень пока понятен вопрос. К сожалению, пока не могу на него ответить. НКО может просто не потянуть дальнейшее содержание, но скорее вы здесь и являетесь партнерами для того, чтобы реализовывать вместе дальше этот проект. Антон, с точки зрения... Там есть вопрос. То есть вам нужно больше обещать и еще свое большое софинансирование. Важно, что если вы указываете 50% софинансирования, оно должно быть обосновано. Оно должно быть раскрыто также подробно в каждой статье бюджета ровно так же, как и вся запрашиваемая сумма гранта. Если вы говорите, что у вас от партнеров будет столько-то денег, то должны быть письма поддержки, в которых партнеры указывают, что они готовы оказать вам вот эту финансовую поддержку в таком-то размере. Если вы указываете, что вы будете использовать помещение партнеров, то у вас также должно быть письмо поддержки от партнеров, в котором конкретно должно быть указано. Не просто организационная поддержка, а мы, такая-то организация, готовы предоставить такое-то помещение столько-то раз бесплатно для этой организации, в рамках этого проекта. Обещать нам не нужно. Нам нужно показывать, что у вас это реально есть. Потому что, если у вас будет показано обещанное софинансирование 50%, но оно у вас будет ничем не подкреплено, вы получите низкий балл по данному критерию. Алексей, можно ли подавать несколько заявок по нескольким проектам? Можно подавать несколько заявок, но важно, что один проект по одному грантовому направлению, и проекты должны отличаться, ну, вот, все проекты, которые вы подаете, должны отличаться в кратком описании, в основной сути, в календарном плане на 50%. То есть, если вы подаете одинаковые, совершенно одинаковые проекты по нескольким... по нескольким грантовым направлениям там суть одна, то дальше на экспертизу не попадут ни одна из этих заявок. Я думаю, что... Насколько я знаю, что в результате все-таки останется одна заявка, который ставит возможности заявителю выбрать, какую заявку он предпочел, если она выиграет по разным направлениям. Когда заявитель выберет ту, которая ему ближе, но все поданные заявки, даже если они получат положительные оценки, они не будут поддержаны. Да, да, да. Это я с точки зрения заявителя на стадии заявки сначала рассказала, что если вы одинаковые проекты по всем направлениям подаете, то до экспертизы не попадает ни одна. А если вы подали несколько разных проектов по разным грантовым направлениям, и, например, так получилось, что вы все качественно поработали, победили, и у вас проходные баллы набрали все, то вам придется выбрать, какой проект вы будете реализовывать. Я думаю, что на этом мы можем закруглиться. Петр, давайте вы что-то будете еще говорить в самом конце. Я думаю, что мы ответили на очень... Во-первых, спасибо за очень подробный разбор. Я вижу, что у нас осталась часть участников на разбор вопросов, те, кому было достаточно лекций, уже ушли. Анна, скажите, пожалуйста, куда писать, с кем связываться, если нас посмотрели в записи, если возник вопрос, который мы сейчас не разобрали. С кем и как связываться? Так, большая часть информации всегда доступна на сайте президентскийгрант.рф, и также там есть телефон нашего контактного центра, который всегда готов консультировать по подаче заявки и по всем таким вопросам, либо направить, где еще можно, где можно найти необходимую информацию. Спасибо большое. Я напомню, у нас шла трансляция на проекте «Нацпроект экология». Спасибо площадке за возможность широко осветить вот эти все вопросы. Запись будет доступна на сайте «Нацпроект экология.рф» в разделе «Вебинары». И к записи же я попрошу администраторов прикрепить ссылки на презентацию. О ней надеюсь вы любезно поделитесь и мы как-то же там придумаем, как ее опубликовать. Да, 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 конечно, обязательно. Да, осталось озвучить только большую благодарность от участников, которая звучала и по мере того, как вы рассказывали, и сейчас всех не зачитываю, но примите множество благодарностей за очень качественное целостное мероприятие. Я бы хотела поблагодарить наших активных участников. Я с удовольствием увидела очень много знакомых имен и просто вот лица их мелькают. Я вижу, что их много и я вижу о реакции, что вот эта тема, которую мы хотели очень с Анной провести, вдохновить охраняемые территории, несмотря на то, что они не могут быть грант-получателями, все-таки найти пути работы вместе с некоммерческим сектором для поддержки заповедного дела, что интерес и какое-то понимание у части, значительной части аудитории получилось. Я очень рада участию большого количества заповедных людей и тех некоммерческих организаций, которые с ними работают. Спасибо вам огромное. Да, спасибо вам тоже за участие и мы ждем от вас много заявок в следующем конкурсе. И желаем вам До новых встреч. Тогда до новых встреч. Я завершаю трансляцию. Спасибо. Наталья, Анна, спасибо вам. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.